Так, здравствуйте, дорогая публика! Вот у меня сегодня в гостях Роман Вячеславович Шамин. Он вообще доктор физмат-наук, физик, океанолог, но кроме всего прочего он и философией увлекается. Вообще философией, ну это любомудрее, чего бы не заниматься философией. Вот, и он даже преподавал философию. А вот рядом со мной моя дочь сидит Елена Борисовна Бояршинова. Она профессиональный философ, да, то есть она закончила философский факультет МГУ, преподает, да, философию в том числе. Вот такие вот дела. Вы знаете, что ценно для нас, для философов? Все-таки Роман Вячеславович увлекается философией, не серией, так сказать, он возводит какие-то такие философские концепции, что обычно мы философы не любим, а, так сказать, читает классиков и на их, так сказать, базе создает философские концепции. Как говорил, значит, наш профессор, знает матчасть, читал первоисточники, что, в общем, очень здорово. И сегодня у нас в качестве первоисточника Юм. Да, Дэвид Юм. Британец? Да, естественно, британец. Англосакс, да, Англосакс. Шотландия, да. А, Шотландия, но это мягче, мягче. Шотландия, это мягче. Ну, шотландское просвещение, великое шотландское просвещение. Ну, в трудное время жил, был сыном небогатого дворянина, значит, пытались его пристроить в разнообразный университет. Вот древнегреческий он учил, что было довольно редкостью того времени, потому что вот один из первых начал гопс учить греческий, древнегреческий язык заново. И вот, в общем, самое интересное это было в том, что он все время ездил за своими богатыми покровителями, воспитывал их детей, писал свою, собственно, автобиографию, писал о бессмертии души и прочее, прочее, прочее. То есть он, подобно Аристотелю, был домашним учителем. Аристотель был домашним учителем Александра Македонского, он его учил. Более того, он был, по-моему, насколько я понимаю, чуть ли не врачом. То есть он чуть ли не врачебную специальность окончил в ВУЗе, хотя я могу, в общем, ошибаться, и поругался с Жан-Жаком Руссо. Ну, это, так сказать, вот это вот в биографии своей. Ну, вообще, в Шотландии была очень мощная медицинская школа в ту пору. Да. А можно я тебе тоже расскажу про Юма? На самом деле я всегда с очень уважением относился, так сказать, к английским, британским философам и Клоку, и Беркли, и Юму. Но все равно мне казалось, что Юм – это нечто такое переходное к Канту. Да, вот, так сказать, вот когда мы Канту, мы вспоминаем, да, так сказать, что Канту, переворотка при Кенеатске, которую он сделал, так сказать, когда до него дошли работы Юма. Вот, и казалось бы, что вот, ну, Кант – это вот на самом деле настоящее, а Юм – это вот что-то такое недоделанное. Однако, вот, в последнее время мне, ну, Кант, конечно, очень нравится, мы даже читали лекцию Канта, первое, все, третье его рождения у нас в университете даже мы сделали специальный семинар Кант для айтишников, где, значит, рассказывали о том, насколько Кант современен с точки зрения айти. Вот, и, однако, в какой-то гиссиде с Леной Борисовной на этом канале, то есть, когда мы как-то упоминали про Юм, я сейчас уже точно не помню, как называлась эта лекция, вот, то мне для вас посоветовала автора Вадима Валерьевича Васильева, который вообще является одним из таких главных юмоведов, так сказать, ну, в России, наверняка, точно, научный корреспондент, профессиональный философ. И вот эту книжечку, значит, которая… Вы покажите толщину книжечки, это, так сказать, да, такая солидная книжка, вот, я посмотрел много его лекций, вот, мне он очень понравился как, так сказать, рассказчик, как лектор, вот, я купил его книжку, и даже купил еще его монографию, да, у него есть такая вот монография, о которой мы сейчас тоже немножко поговорим, значит, и он с такой любовью и страстью рассказывал про Юма, что, в общем, к ней это тоже передалось. И, так сказать, перечитав еще, вернувшись в некоторые тексты, собственно уже Юма, я вдруг понял, что, слушайте, а Юм вообще даже лучше, чем Кант, чище в каком-то смысле, потому что, на самом деле, при восприятии истории философии, а я начал ее, действительно, читать вот на первоисточнике, и так вот углубляться, а уже будучи студентом, так сказать, математического факультета, то есть у меня была уже, так сказать, база воззрения, у меня была, естественно, научная, я был тогда, ну и сейчас, собственно, так сказать, материалистом, думаю, таким обоснованным, смотрел на мир как научную картину мира, и когда читал, значит, изложения различных философий, все время был такой критерий, насколько не сильно это портит, ну, в смысле, совпадает с истиной то, что мы знаем, да, потому что, когда, ну, понятно, там, в Древней Греции, когда там искали первоисточники, так сказать, огонь, там, вода, но это можно было простить, вот, а вот когда там я читал, я не помню, какая школа там какой-то индийской философии, в ней прямо так было написано, что количество душ неизменно, и дальше была цифра, там, сколько-то миллиардов, с точностью до последней циферки. У меня сразу нет вопрос, ну, хорошо, я готов там поверить в это, но откуда, вот автор, не знаю, кто это писал, откуда точность такая, да, вот как сосчитали до последней, если бы сказали, что их там по оценкам примерно там 10 миллиардов, ну, это можно еще было понять, да, вот, откуда эта цифра, вот, и сразу понятно, что эта цифра взята с головы, и, в общем, это ничего не имеет, как бы, отношения к этому миру. И, значит, понятно, да, что, как бы, там, мы на это все время смотрели, вот, у меня, конечно, всегда был большой диссонанс, когда попадались религиозные философы, да, вот, ну, там, я очень люблю некоторые произведения, скажем, Бердяева, да, и я очень ценю, так сказать, то, что он писал, вот эта философия свободы, и то, что, так сказать, творчество, мне это все очень близко, но, как бы, мне бы хотелось как-то вот так представить себе, чтобы с ним постречаться, да, вот так вот, и вот так пожать ему руку, и прямо спросить, хорошо, ну, а откуда вы взяли этого Бонга? Ну, он же нет, понимаете, ну, вот вы там что-то, он на нем так пишет, ну, как бы, есть его нет. Так вот, как раз английская, вот эта философия, так сказать, тот же самый Юм, вот, он, в общем, почти нигде не противоречит, ну, так вот, я имею в виду, понятно, что он не знал там квантную механику, а мы сейчас вернемся, он там не знал, конечно, достижений физики, но на том уровне, что он знал, так сказать, а он ясно, что дело знал Ньютона, и он на него, так сказать, ссылается, вот, ну, в общем, он этим не противоречит. Вот все, что им, ну, наверное, так сказать, почти все, что им написано, не противоречит картине мира, вот его время, да, опять-таки сейчас, пока про квантную механику он не знает. Да, конечно, там что-то мы сейчас думаем по-другому, но, в общем, как бы было здорово, что человек строил свою философию, не строя какие-то замки, так сказать, на, ну, неизвестно откуда-то взявшихся, в таких моментах, а строил по своей жизни. И второе, что мне очень нравится, ну, мы уже говорили, что я вообще хоть и материалист, но я такой в жизни материалист, а в философии я солипсист. Я просто считаю, что солипсизм и, так сказать, материализм, он вообще, говоря, не противоречит друг другу, да, они, я понимаю, что солипсизм это там субъективный идеализм, это крайняя форма, и дядя-дядя-дядя, вот, но в реальной жизни, что материалистическое воззрение, что солипсистский подход, в общем, не противоречит, в моем понимании. И вот подход Юма, мне кажется, даже, ну, вообще считается, что Беркли, да, так наиболее близок к солипсизму, и действительно, так сказать, у него это есть, что есть вот некая, значит, разум, который все это делает, он более, может быть, вербально ближе к солипсизму, но по сути к солипсизму ближе, мне кажется, Юма, потому что Юм исходит, то есть так вот, упрощать, я не ставлю своей целью, тем более при профессиональной философии, там, рассказывать там сейчас про философию Юма. Мне немножко другая задача, мы сейчас уйдем в другие заколотки, если вы хотите почитать про, ну, или узнать про философию Юма, то обратитесь к лекциям того же Васильева, вот, а там целый цикл, так сказать, прекрасных различных лекций, бесед, и, конечно, он лучше расскажет про философию Юма, но тем не менее, с чего, так сказать, начинается скептицизм, ну, называется вот, философия, скептицизм Юма, да, он говорит, что окей, вот у нас есть чувства, ощущения, там, ну, там он их разделяет, там, на самом деле, да, идеи, так далее, но тем не менее, вот мы что-то можем воспринимать, трогать, видеть, нюхать, и так далее, и на основании этого, ну, можем что-то строить, какие-то предположения, как устроен наш мир, включая, так сказать, и даже экономию, да, надо сказать, что мне еще, так сказать, Юм близок тем, что он также, ну, скорее так, ближе к либерализму, такому вот начальному, это тоже, так сказать, близко, так вот, да, и, если мы хотим узнать, ну, как бы, кроме чувств, что-то у нас еще есть, вот он говорит, а вот кроме чувств, вообще-то ничего особо это и нет, а, значит, и, ну, собственно, с эллипсизмом, ну, к нему я-то так и пришел, да, что, окей, вот есть мир, я его вижу, но я его вижу только я, да, мне кто-то рассказывает, что он тоже видит, но он рассказывает мне, так сказать, мне какого-то там, мусбик, и как-то передали бы какую-то информацию, да, то есть все воспринимая только я, и никаких каких-то таких дополнительной информации, когда я пришел в этот мир, у меня, по-видимому, нет, у меня хорошая память, я себя помню с детства, там даже, так сказать, может быть, ну, год не год, там, ну, в общем, скорее, какие-то картинки, когда мне был год, помню, ну, вот я вот так себя помню, и как бы все строилось из того, что я слышу, вижу, ощущаю, обдумываю, да, конечно, происходит процесс, так сказать, перепахивания, то, что ты знаешь, но, опять-таки, никакого оракула, никаких видений, никаких знаменований у меня никогда не было, да, вот все, то, что есть, то вот оно мое и есть, и в этом смысле, ну, дальше, да, мы и задумались, а надо ли предполагать, что этот мир есть, или есть только я, ну, это сейчас про салептизм не будем говорить, но вот с этого скептицизма как раз к этому очень легко можно как раз подойти, вот, значит, ну, и мне кажется, что вот такая догматический такой подход, когда мы вот так вот, ну, говорим, что все, только чувство и все, ну, это как бы где-то тривиально, это где-то может быть очевидно, да, для кого-то, но, к сожалению, ну, или счастье, так сказать, ну, так оно есть, значит, но дальше возникает, у меня, когда я стал думать проемом, готовиться к нашей передаче, то как раз тут мне попалась некоторая очень интересная дискуссия, она вообще-то не новая, она, так сказать, уже несколько десятилетий, а может и раньше даже была, но вот сейчас она снова возникла, новая такая дискуссия, как мне показалось, что она возникла, и о симуляции нашей Вселенной, значит, есть такое предположение, это предположение, оно не может быть поведено, сейчас мы к этому подойдем, да, оно таково, что мы вроде бы как и не можем узнать, да, то есть, есть она или нет, значит, смысл стоит в том, что наша Вселенная, это есть просто, ну, возможно, это есть, некоторые симуляции на некотором, большом, 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 большом компьютере, у кого-то где-то, где мы не знаем, вне нашего мира, и весь наш мир, он просто вот, как компьютерная игра, симулируется, значит, и, ну, это известная, значит, тема, понятно, что, так сказать, тут есть два варианта вот этой симуляции, ну, один из которых часто рассказывают про матрицу, был такой фильм «Матрица», очень известный, да, и мы говорим про, когда про матрицу, тут есть два варианта симуляции, первая симуляция, что, значит, у каждого нашего, мы где-то есть живые, но в каком-то другом ракурсе, в какой-то капсуле сидим, и нам в мозг внедряются электроды, которые нам, так сказать, имитируют все это чувство, а вторая симуляция, которая, мне кажется, более возможной, это что, ну, вот действительно, как делается некая компьютерная игра, то есть симулируется, условно говоря, все атомы, молекулы, все наши, так сказать, все, что здесь создано, оно симулируется, и внутри него возникло сознание, вот когда мы говорили про Неймана, да, там мы говорили про клеточный автомат, который там сам воспроизводился, это сделал, вот можно представить, что Ташмир тоже некий клеточный автомат, и просто он такой сложный, то есть люди, которые эти, ну, не люди, а некто, кто этим занялся, он достаточно имеет большие мощности, вычислительные, значит, и так, что из этих атомов, молекул, вот сложилось, так сказать, то, что сложилось, и возникло некий даже разум, мы все в нем живем, значит, и, ну, очень важная проблема, которая здесь возникает, а можно ли узнать, живем мы в симуляции или нет, вообще-то, прямого ответа на этот вопрос, ну, так же нет, так же, как есть Бог или нет, да, то есть, вот если он завтра там явится, как бы, да, вот, в Ташмире Христос, и там он скажет, вот, Бог есть, да, но пока этого нет, то мы можем в это верить, можем в это не верить, да, кто-то видит, что Бог скорее есть, кто-то видит, что Бог скорее всего нет, так и симуляция, да, поскольку от того, что знание симуляции или не симуляции, ничто не меняется в нашем жизни, вот я когда говорю, что материализм не противоречит, салепсизму, да, от того, что я скажу, что я один, не значит, что я могу мир под себя менять, ну, может быть, я могу, но пока не знаю, да, вот, тут проблема с симуляцией, что тогда вопрос, насколько свобода воли наша, это подойдем, вот, это принципиальный момент, тем более, что как раз вот, и Юм этим занимался, и Васильев как раз считается, ведущих, ведущих ученых, про это мы, это сейчас, это мы пойдем обязательно, здесь надо немельком пройти, значит, так вот, по поводу симуляции, есть несколько работ, я их обсуждал со своим коллегой, сушником Дмитрием Валерьевичем, ну, просто я, как мы можем сейчас будем говорить, некие наши совместные идеи, которые мы говорили, поэтому я обещал, может, мне сошлюсь, это вообще очень известный человек в IT-мире, он был в ангелисте фирмы Microsoft, сейчас он, по-моему, в Яндексе, вообще он доцент моим, мы с ним учились на одном курсе, кандидат физико-математических наук, вообще очень интересный собеседник, я уверен, что многие подписчики знают, сошник Дмитрия, значит, так вот, это как бы, может быть, с беседой с ним была навеяна, так сказать, эта идея, вот он мне обратил внимание, что вышла статья каких-то авторов американских, значит, о том, что симуляцию можно обнаружить, если те, кто симулирует, экономит ресурсы, вычислительные, имеется в виду, значит, там речь шла про, значит, двухщелевой эксперимент, так сказать, в квантовой механике, как известно, что есть две щели, и мы на них напускаем, там, электроны или фотоны, вот, если мы за ними не наблюдаем, то мы видим, значит, интерферационную картину, значит, взаимодействия вот этих, значит, читится, однако, если мы, ну, это известно, так сказать, было, так сказать, много экспериментов, если мы начинаем как-то подглядывать за ним, куда он полетел, ну, то есть каждый электрон, то интерферационная картина разрушается, и каждый электрон пролетает либо через одну щель, либо через другую, так вот, значит, считается, идея этой статьи примерно такая, что вот если мы будем за ними подглядывать, но не будем эту информацию воспринимать, то якобы, значит, вот эта интерферационная картина, значит, она там тоже может сохраниться, хотя вопрос физики мне не очень с этим согласен, но, допустим, они тут более правы, и идея такая, что если мы на это не смотрим, то это не нужно умитировать, то есть не нужно тратить вычислительные ресурсы для того, чтобы обманывать, делать эту интерферационную картину, если мы все равно эту информацию не воспринимаем. В большом расстоянии людей можно делать одинаковыми, да. Вот, да-да-да-да-да. Значит, это как раз то, что Июн, по-моему, тоже где-то так говорил, что мы, например, я знаю, что есть там город Санкт-Петербург, да, вот он есть, даже вот в какой-то, примерно, в той положении, где я накажусь, вот, я могу вспоминать там Невский проспект и так далее, но на самом деле, значит, а есть он там или нет физически сейчас, мы, ну, как бы, я могу и не знать. А, да, или там, ну, вот мы видим там Луна, вот мы с одной стороны ее наблюдаем, а с другой стороны, когда мы, никто ее не наблюдает, может быть, ее там и нет. То есть, если, ну, это как в компьютерных играх, если мы, отрисовывается персонаж, то там отрисовывается только та часть, которую видна пользователя, причем не одним, а нескольким, да, и он отрисовывается только те, если вы, как бы, какой-то герой окружен с этим глазом, будет рендериться полностью, если он смотрится с одной стороны, будет рендериться только с это. Это классика компьютерных, так сказать, компьютерной графики. Так и здесь, словно говоря, зачем имитировать то, что нет. Значит, я с этим не согласен, потому что я считаю, что скорее, возможно, и симуляция, когда, как я уже сказал, все вот эти элементарные частицы, которые есть, они все симулируются, как бильярд большой, а дальше из него какой-то суп заварился. Кстати, это не противоречит вообще-то и эволюционной теории, что возникла, так сказать, из эволюции, ну, просто я же, когда делал эксперименты там в искусственном интеллекте, мы показываем, как генетические алгоритмы, как они рождают решения из, как бы, случайно какого-то бульона. То есть, мне кажется, что здесь как раз идет имитация всех. Я вам даже больше скажу, это даже не противоречит наличию Бога. Можно так сказать, что великий архитектор симулирует для нас реальность, потому что, ну, и дальше там, в зависимости от вашей религиозной концепции, подставляйте необходимые слова. А здесь мы подходим, значит, все же я считаю, что можно обнаружить симуляцию. Вот это, кстати, я нигде, это моя как бы идея. Значит, вот правда, может, нет, может, я высказывал, буду рад, так сказать, ссылке, но я не, вот в этих статьях этого не буду. Сейчас мы к ней подойдем. Значит, то есть, я все-таки считаю, что экономия ресурсов не в этом происходит. Кстати, пока мы до этого еще не дошли, еще одна идея, которую, так сказать, мы обсуждали вот с этим Дмитрием Сошниковым, и он даже в каких-то интервью, так сказать, про это тоже говорил, что действительно, вообще квантовая механика, сама идея того, что там что-то квантуется, это подсказывает, что все это цифровое. Ну, потому что, ну, как раз, оно понятно, что когда мы что-то дискретное, то окей, так сказать, нам это проще будет, проще будет симулировать. Вообще, сама квантная механика, вот, это некая, такая смазка на микроуровне, потому что, если мы будем, если бы мы сделали какие-то физически законные и не сделали вот это смазывание в квантной механике, то, ну, как бы пришлось бы слишком сильно имитировать, да, если мы могли бы видеть, так сказать, какие-то объекты с очень маленьким, маленького размера, с очень большой точностью. А вот тут мы как-то вспоминаем, о, привет, а тут же соотношение Гайзенберга как раз есть. Ага, это же отлично, то есть, если нам летит электрон, мы его, причем, я не для только восприятия, просто, когда он летит, нам не надо его, так сказать, просчитывать точностью его, его, его координат, да, его можно, так сказать, сделать случайной, ну, относительно, так сказать, там, импульса, например, да, сопряженного, то есть, вообще оказывается, о, привет, как здорово, так сказать, что мы можем, значит, да, уйти, так сказать, в некую случайность и здесь, так вот, теперь моя идея состоит с обнаружения симуляции, возможности обнаружения симуляции состоит в следующем. Дело в том, что в математике довольно давно есть такой вопрос, им занимался Арнольд в последние годы своей жизни очень серьезно, им занимался, вообще-то, Калмагоров, речь идет об обнаружении случайных последований, то есть, если у нас есть последовательность 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, какая-то, и можем ли мы быть уверены, что это истинно случайная последовательность, а не, так сказать, не псевдо-случайная последовательность. Ну, там есть, Калмагоров придумал четыре характеристики, там, что, играя против нее, значит, там есть частотный подход, еще какие-то, то есть, там разработаны методы, но, если у нас есть конечная запись вот этих, последовательность, то очень сложно, на самом деле, определить, истина не случайна или нет, но можно, можно к это, скажем так, получать эти оценки. Так вот, теперь, главный вопрос, значит, почему я считаю, что вопрос о детерминизме, там, мира и свободы воли пустое, ну, потому что, согласно принципу панто-механики, наш мир не детерминирует, значит, и более того, у нас есть, у человечества, изобрело, вот это очень важный момент, мы изобрели истинно случайный генератор, ну, там распад атомов, вот, считается, что он происходит истинно случайно, ну, то он там ради их кусочек радио распадается, можем это фиксировать, будет пасоновский поток, и его распад истинно случайный, то есть, у нас есть генератор истинно случайных величин, мы есть, мы можем записывать, где на компьютер имитировать, так вот, а теперь важный вопрос, если мы находимся, если наша вселенная находится в симуляции большого-большого компьютера, то компьютер должен имитировать вот эту истинную случайность, скорее всего, опять-таки, ну, предполагаю, что это же симуляция, у него псевдо-случайный генератор, он может быть очень хороший, но рано или поздно, да, так сказать, мы сможем это обнаружить, то есть, мы берем то, что является, ну, должно быть истинно случайным, а вдруг окажется, что оно не является истинно случайным, вот если это будет, то это будет признак того, что нам подсовывают под видом истинно случайной величины, нам подсовывают, значит, что-то псевдо-случайное, это, кстати, вот моя идея, как бы, понятно, что она технически не скоро будет реализована, потому что тонкости здесь, мы не знаем, какова это граница, и эксперименты довольно сложны, но теоретически это все же возможно. Теперь, значит, от симуляции действительно вопросы о свободе воды. Ну, понимаете, в чем дело, как бы, во времена Юма, это был вопрос, потому что там был потом, ну, Лаплас был несколько позже, да, но, можно сказать, от Ньютона, был дух того, что вот, был какой-то первоначальный толчок, ну, там, Ньютон считал, что это сделал некий, там, Демюрк, там, да, может, неважно, откуда он произошел, дальше, условно, считалось, что все, если мы знаем состояние мира в наш момент, то дальше мы его, детерминистки, он детерминистки, разворачивается, да, то мы знаем все будущее, да, там сложно, невозможно, но, тем не менее, ничего случайного, в принципе, быть не должно, и, да, и вот здесь уже вопрос свободы воли, ну, в самом деле, встает очень серьезным, хотя, немножко, так сказать, задержимся на этом поле, даже если так, даже если так, это, ну, в общем, не страшно, ну, вот, потому что, пока, я, как себя наблюдаю, как человек, я здесь все-таки вижу, что прав сартов, что мы обречены на свободу, вот, неважно, истинная это свобода, или неистинная свобода, но я вот для себя, я пока еще вижу, может быть, да, опять-таки, под имитацией, симуляцией, это не уже, кто там сидит, смеется, да, как в черном зеркале, в этом сериале, но, тем не менее, я вижу, что я пока могу выбор делать, вот, социальный, так сказать, не то, что там, как пошелить пальцем, да, так сказать, ну, вот, реально, вот, есть моральные проблемы, которые я должен, ну, каждый раз решать, и я пока вижу, что я могу их решать, да, вот, именно, а-ля Сартр, значит, вот, кстати, для наших слушателей, кто Сартр не читал, поясню, что, когда Сартр говорит, что мы обречены на свободу, он не имеет под этим, на самом деле, для нас ничего хорошего, это не свобода, и выбирать между пирожным, то есть ты можешь выбрать все, что угодно, ничего тебе из выбранного не гарантирует успех, и, скорее всего, он тебе стопроцентных не гарантирует, и люди, которые идут за тобой, скорее всего, поставят крест на том, что ты делал сейчас, вы можете почитать вот эти все краткие содержания вот этих вот идей Сартр, он сам там писал небольшие статьи на эту тему, то есть когда люди говорят, что мы обречены на свободу, и все такие довольны, это, ну, у Сартр достаточно депрессивная история. Я бы еще добавил, что обречение на свободу означает, что ответственность, что ты не можешь переложить ответственность, нельзя сказать, а, времена такие были, а мне приказали, а мне сказали, так сказать, а в книге было так написано, ты заотвечаешь, кроме своего рождения, да, по-моему, смерти тоже, ты за это отвечаешь за все сам. Вот, так вот пока, то есть даже если предположить, ну, не думаю, что это сильно изменилось, так сказать, Сартрон Юм, ну, жил Юм, так сказать, делал какой-то моральный выбор, значит, ну, маленький, немаленький, ну, каждодневный, значит, и, допустим, вот он был сомнением, а если свободу, ну, пусть ее нет, какая разница, все равно психологически ты его делаешь, это не то, что ты, знаете, как вот бывает, да, там во сне, так сказать, вот ты хочешь пошевелить ногой, она не шевелится, ну, были такие ужасы, да, например, там едет поезд, ну, куда-то надо бежать, да, сейчас такое ощущение, а ты вот как парализованный, ну, вроде вот надо, ведь ты понимаешь, а бежать не можешь, ну, это понятно, возникает попытка как бы бежать, а человек во сне это не может сделать, но этого же пока в мыслях нет, физически, конечно, человек не свободен, это понятно, там летать не может, там и много чего не может, вот, но в мыслях пока свободен, пока, так сказать, еще по-видимому, даже, как бы, да, нету какого-то мыслескопа, который тебе, значит, мысли внушает, вот, поэтому даже, в принципе, я считаю, что, ну, здесь вообще проблемы нет, да, но проблемы нет и в другом, значит, сейчас-то мы, слава Богу, уже после, там, первой половины 20 века, даже первой трети, мы-то понимаем, что мир наш не детерминирует, потому что он описан в квантомеханике, которая в основе всего мира, она принципиально носит статистический характер, там есть тонкость такая, что там детерминизм есть, выравнения Шодингера не детерминированы, но детерминируется, скажем так, распределение вероятности, да, но каждый конкретный момент мы не можем предсказать, как будет встроен наш мир, то есть вот есть атом, и мы не можем никак просчитать, что еще через там 10 микросекунд он не распадется, вот, или там наоборот распадется, мы не такая этого не можем, ну, это принципиально невозможность. Вот, поэтому, ну, не случайно, кроме того, я опять-таки, я не специалист с работой нейро, как бы, физиологом, да, но очевидно, что процессы в мозгу, физика, химические, которые там протекают, они, конечно, должны описываться, в том числе, и квантовыми эффектами. Они пока, вот, нейрофизиологи, они, видать, дошли до какого-то своего предела, просвечивая МРТ и прочими, значит, наши товарищи переключились на исследование буддистов, в процессе медитации, но так как биологи и химики, они обычно все-таки с квантовой механикой знакомы плохо, они пока не могут вот в это уйти, и даже все вот и посторонники, я так понимаю, ну, то есть считалось, что такие люди, как Деннет, вот, да, то есть они, Чалмерс, что они похоронят, да, метафизику, и, по сути говоря, я так понимаю, философия потихонечку въезжает в новую метафизическую парадигму, более сложную, более ухищренную, прикидывающую, что мы, конечно, не метафизика к метафизике отношения не имеем, а у вас прям, знаете, такой, ну, как бы радикальный подход, квантовая, все кванты. Ну, да, нет, а попробуй, кстати говоря, квантами-квантами, но предельного перехода между квантовой физикой и классической нет вообще-то. О, это, да, еще один аргумент в пользу симуляции, что они там срезали, это замечание, по сути, это правильное замечание, но насколько, опять-таки, я читал, так сказать, что, вот, нейронные сети искусственные, да, и они изначально делались так же, как и в мозгу, ну, имеется в виду информационность, то есть информационное очевидение, однако нет, это нейроны в мозгу работают не так, точнее, компьютерные нейроны работают не совсем так, как работают в мозгу даже, так сказать, простейших животных. там все-таки, вот это, и способ активации, и, по сути, передача информации, ну, во-первых, они работают все синхронно, вот, а непоследовательно, это самое главное отличие, но это ладно, это можно сымитировать на компьютере, и такие эксперименты, кстати, были, крабов, по-моему, всего там 350 нейронов, и были попытки их имитировать, и все это провалилось, на самом деле, именно по той причине, что, хотя и считается, как бы, что вот эти нейроны, сложно устроены внутри, но информационно устроены, просто нет, оно не так, то есть, и я к чему говорю, что, по-видимому, работа нейронов, в моем мозгу, она описывается, все равно должна описываться какой-то квантовый механизм, и там есть случайность, да, в этом смысле, то есть, если мы представим себе, что сосканируем, состояние всех нейронов нашего мозга, это не даст возможность предсказать, какое решение в какой-то моральной проблеме я приняю. Более того, лично, как самообследование, да, самоисследование, я знаю, что я сам одни и те разные проблемы в разные моменты времени, причем не очень отдаленные, так сказать, между собой по времени, по-разному вообще говоря, могу решать. То есть, тут вопрос какого-то настроения, условно говоря, то есть, сейчас у меня настроек вот так, а потом у меня настрой сяк. Ну, может, как-то это лично и мои ощущения, но я думаю, что это у большинства так. Не говоря уж о том, что с эволюцией, там, вообще, самого человека, там, тем более, это зрение меняется, то, что я думал, там, в 10-летнем возрасте, 15 лет, и там, 30, это совсем не то, что я думаю сейчас. Ну, не пошли. Да, это довольно, кстати, очень интересный момент, потому что, во-первых, современная, вот эта вот популярная, околопопулярная наука, она очень абилогизировалась, и они там бегают с криком, это все тестостерон, это все там эстроген, хотя ученые говорят, знаете, ребята, то, что у человека там тестостерон, эстроген, это не объясняет ничего, кроме наличия там или отсутствия этого гормона, все, так как вот физики-то не знают, и то, что, понимаете, в чем интересно, что человек, это квантовое существо, я-то думаю, что я такая же, как свои там, условно говоря, в 15 лет, но если я вот нынешняя, сегодняшняя, значит, встретилась с собой с 15-летней, я боюсь, у нас не вышло бы диалога нормального, не то, что там я-то глупая, а сейчас я умная, а просто мы на ценностно каких-то позиций, с их стояли, возможно, совершенно разных, и мы просто вдруг не поняли вообще, о чем ты говоришь, да, там вот, а по сути, я ведь осталась тем же самым человеком, то есть, тот же генетический код у меня, там, не знаю, рост, вес и так далее, вот, ну, довольно любопытный момент. Да, так вот, честно говоря, то есть, я знаю, что, так сказать, ну, работ на эту тему очень много, там, куча диссертаций написаны, ну, и по существу люди, но все же, нет, может быть, это уже, конечно, мой дилетантизм, да, говорит, так сказать, нарека профессиональных философов, скажет, да не, ну, что-то ерунду говорить, как быть, вот, но, тем не менее, ну, для меня вот этой проблемы свободы воли, ну, как-то, как-то нет, да, ну, я имею в виду, в смысле, соотношение свободы воли с детерминизмом, то есть, как оно, ну, просто нет детерминизма, ну, привет, как бы, нет проблем. Ну, то есть, получается, симуляция, она не предполагает детерминизма, по-вашему? Нет, но другое дело, нет, вот тут один, один, вот тот момент, про который я говорю, что если она качественная, и если у них, грубо говоря, свой атом где-то распадается, и они действительно, вот эти случайные эффекты, они на самом деле случайные, тогда, ну, тогда там все не детерминировано. Более того, значит, ну, вот я сам, так сказать, преподаю и занимаюсь искусственным интеллектом, да, вот почти все, ну, да, ну, почти все, может быть даже, ну, методы, что бы там ни было, генетические нейронные сети, обучение с подкреплением, там, районные частиц, кластеризация и так далее, вот везде обязательно, вот в отличие от классических алгоритмов, где там, в Клиду там разложить число на простые множители, делим на два, потом на три, потом так далее, вот в отличие от этого, везде есть генератор случайных чисел, ну, обязательно, ну, да, то есть мы даже изначально, истинно случайных чисел генератор, ну, там нет, конечно, где мы возьмем истинно случайных чисел, нет, тут достаточно, ну, смотря какая задача, нет, если задача там очень сложная, вообще, кстати, есть даже сайт, по-моему, random.com, который как раз выдает истинно случайные, более-менее истинно случайные причины, их получают вообще с помощью каких-то биологических, там, с ДНК раскручивания, и вот если кто какие-то ключи банковские делал, когда генерируется вот этот криптоключ, там надо, чтобы он был очень случайный, там, кстати, вот случайное число берется, вот оно долго там ждет, вот, или некоторых там систем шифрования, надо там мышкой крутить по, значит, какому-то окошку, чтобы, ну, добиться более-менее случайности, нет, ну, для искусственного интеллекта это не обязательно, конечно, для небольших задач, чтобы их продемонстрировать, но там всегда должна быть случайность, если мы не добавим случайности, ну, как бы не будет интереса, поэтому я-то думаю, что те люди, ну, как бы существа, так скажем, да, или не знаю кто, которые решили с нами, так сказать, затеяли этот эксперимент, конечно, они в него добавляли случайность, с самого начала, но это известно, что при большом взрыве, там был панковый хаос, там вот это, да, вот эти все рождения несимметричных структур, почему вообще мир у нас не однородный, да, все это было, вот, то есть в самом начале было, конечно, некое распределение, вот, и я думаю, что, скорее всего, ну, раз, так сказать, я думаю, что они добавляют эту случайность дальше, если, если симуляция происходит, может, конечно, все было, как бы в начальный момент, вот они включили, и все понеслось, вот, не знаем, является ли это управляемой симуляцией, да, есть теории, есть даже статья, как выжить в симуляции, значит, это можно найти в интернете, на английском языке, но, чат G5 переведет, значит, и там смысл состоял в том, чтобы, как надо жить в симуляции, значит, имеется в виду следующее, что неинтересных персонажей, оттуда, ну, как бы выключать, как бы, да, то есть, чтобы экономить ресурсы, ну, да, нам нужно, кстати, объясняется понятие смерти, ну, да, как бы, и, кстати, воин объясняет, ну, зачем вроде все было хорошо, да, то мир уголи устроили, ну, чтобы так, симуляцию подкрутить, но это не... Кстати, есть такая мем наша, философская, что философы живут долго, то есть, мы философы, симуляции почему-то интересны, да, надо быть интересны в симуляции, мы не убиваем, еще говорят, что надо быть непредсказуемым, чтобы, так сказать, тоже быть, да, как и, да, и еще один был момент в этой статье сказан, надо иметь как можно больше социальных связей, потому что, так сказать, потеря, выключение человека, до которого там ничто не... ну, завязано там три человека, как бы, это, ну, и выключило, не страшно, а вот выключать как бы человека, которому много социальных связей, да, так сказать, которому знают миллионы, там, миллиарды людей, вот это старается, значит, старается это отсрочить. Но это, так, конечно, какие-то предположения, значит, людей, ни на чем, конечно, не основаны никаких, значит, реальностей. Вот, я бы хотел так подытоживая, сказать, что симуляция может и есть, может и нет, да, конечно, мы пока еще знать не можем, но даже если есть, то бояться ее не надо. Значит, детерминизма в мире нет, но его нет даже в вычислительном смысле, поясню, что хочу сказать. Вот есть, ну, самый простой, там, подбрасываем монетку, ну, это, конечно, уже есть эксперименты, которые просчитывали подбрасывание монетки, хотя это неустойчивый процесс, но были эксперименты, когда там в безвоздушном пространстве подбрасывалась монетка и предсказывалось, будет орел или решка. Ну, это очень сложные вычисления, но они возможны. Есть, конечно, совсем такие сложные, там, разбрызгивание воды, это турбулентность, на самом деле, да, вот мы стакан воды выплеснем, мы примерно понимаем, куда он полетит, но описать капель, как они полетят, это, конечно, науке не скоро мы сможем это описать. Вот, хотя здесь ничего случайного, в принципе, это и нет. Ну, есть, да, просто вот слишком много параметров и неустойчивые вещи. Так вот, с точки зрения физики, и с точки зрения, ну, а физика, понимая под физикой, так, по-гречески, да, как о природе, да, так сказать, вот, для меня законы физики, это законы природы, это так мир устроен. значит, так вот, с точки зрения физики, сильно маловероятные события, да, ну, или какие-то эти, они невозможны. То есть, в принципе, теоретически невозможны. Ну, потому что, условно говоря, вот тут есть какой-то электрон, он излучает электромагнитное поле. Оно теоретически, надо сказать, по Максвеллу, оно во всей Вселенной. Вот, но понятно, что его нету физически, так сказать, на Луне от электрона, находящегося в моем пальце. Вот, поэтому, даже теоретически, вот, в этом смысле, в этом смысле, наш мир кишит случайности. Ну, говорили много про, так сказать, стахастические вещи. Вот, и, ну, это так. То есть, мы с ними сталкиваемся с случайностью везде и всюду. И говорить о каком-то детерминизме теоретическом, ну, как бы, ну, нет, опять-таки, кому он нравится, кому, для кого это проблема. Ну, наверное, это проблема, как бы, пусть решает, пусть пишет книги, рассказывает. Но, вот, лично для меня, просто это не проблема, потому что мы и так все вот случайно, вот, вот, даже можно вспомнить фильм про Жуковского, там, с 50-го года, советский, так сказать, там, в начале, когда Жуковский, ну, показывает, что дореволюционно его, значит, в МГУ он делает доклад о воздухоплавании, там, аппарат как-то, вот, да, и там какие-то математики возмущаются и говорят, что, как Жуковский говорит про воздух, ну, это же такая субстанция, она такая случайная, там, ну, другие слова говорят, но смысл, что она непредсказуемая, нельзя описать математически, типа, все ерунда. Вот, ну, мы, конечно, можем как-то описать потоки воздушные, но далеко, в общем, никак. Про погоду прогнозировать мы, на самом деле, всерьез-то и не умеем, не говоря уж там про какие-то, более, так сказать, глубокие, глубокие вещи. Поэтому, детерминизма нет, его нет, так сказать, никак, а свобода более есть, ну, по мне, так сказать, значит, и здесь, да, вот, как бы, если интересен этот вопрос, то это вот к экзистенциалистам, ну, не только Сартера, я бы еще, там, можно калюпо порекомендовать, там, кому, кому что нравится. Кстати, знаете, вы меня очень сильно успокоили, потому что, если про свободу воли, я как-то вот отпинывала, ну, знаете, вульгарные натурализмы, не первый раз философ с этим сталкиваемся, так сказать, начало 20 века, все это было, то, вот, знаете, вот это вот то, что наш мир детерминирован, меня очень сильно, ну, как, знаете, вот оно мне психически на меня давило, оно меня как-то нервировало немножко, мне-то очень не нравилось, я не могла себе объяснить, почему, в полной мере, а тут как-то так вы сказали, знаете, как-то вот, ну, в общем, мне полегчало, то есть, с одной стороны, как сказал бы, многих это, наоборот, напряжет, потому, знаете, сейчас вот эта вот волна любви к торологам и предсказателям, они вам расскажут, что у вас есть родовая программа, где там ваша жизнь уже написана, 78-го перерождения вперед, вот, а тут как-то нет, что все на самом деле, ничего не детерминировано, все, в общем, возможно, ничего не приписано, это, в общем, довольно, ну, довольно страшно, но мне, мне это, мне ощущать это довольно приятно, в какой-то степени, потому что, ну, вот, и даже если есть симуляция, они, скорее всего, тоже так это оставят, ну, они же нам оставляют случайность, даже если, хотя у нас было все время вот это вот показание, что если мы живем, так сказать, не в симуляции, у нас была такая книжка, по-моему, когда вот я поступила учиться, там, 10 признаков того, что мы живем не в матрице, они у меня всегда казались такие, какие-то такие, вот, не совсем, ну, не совсем реалистичными, мне бы так казалось, то есть, ну, вот это, кстати, очень интересно, вот, Роман Вячеславович, чем он ценен для нашей, вот такой телепередачи скромной, тем, что он является все-таки специалистом, физиком, настоящим ученым, потому что проблема философов, то, что мы что-то почитаем, и вот куда нас позовут, мы поймем, а зовут нас обычно к биологам, потому что у них сконцептуализация очень плохо, а мы там, значит, начинаем сводить эти хвосты с хвостами, а люди, вот, знаете, я поняла, все-таки математику, математику, царицу наук, она близка к философии, ее надо учить всем, потому что вот эти вот, вот, так сказать, идеи, да, которые Роман Вячеславович нам рассказывает, я их понимаю в какой-то степени, но я никак их актуализировать при помощи языка не могу, потому что у меня нет этого языка математики, на котором я вот эти мысли могу выразить понятно, я могу их выразить непонятно, так что поймет их только выпускник философского факультета, а у вас это вот очень-очень просто, то есть вот на примере, да, вот генератор случайных чисел, вот все. Я бы добавил еще к вам, у нас, кстати, такая была с Борисом Сергеевичем тоже передача, вначале, математику очень правильно математику научить всем, и еще программирование хотя бы основное, потому что это, не-не, объясню, это расширяется, когда ты, ну, писал какие-то программы, сам, но ты примерно понимаешь, как это устроено, и воззрение на мир становится таким. Это как общаться с инопланетиками, инопланетянином, только которого ты сам изобретаешь, то есть вот, ну, на мой взгляд. Типа того, да. Да, программирование, да, да, так сказать. А еще маленький аргумент, который мне тоже пришел в голову, значит, по поводу симуляции, значит, сейчас большую популярность именно в интернете, прям просто как-то в серии прям идет лекция, есть такой очень обаятельный персонаж Борис Штерн, он, выступал с Борисом Сергеевичем, так сказать, мне он еще не нравится, конечно, очень интересный товарищ, вот, настоящий физик, астрофизик, и вот он выступает, писатель фантаст еще, да, 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 вот, он выступает с тем, что невозможный межзвездный перелет, ну, доказывая, значит, разными способами, что даже до Альфа Центавра, в общем, мы не долетим, ну, и если теоретически долетим, в общем, делать нечего, и ничего там, как бы, нас не ждет, и другие перелеты там в галактику, тем более, значит, невозможны, сейчас я не буду повторять его аргументы, ну, значит, хотя я сразу скажу, что я с ним согласен, вот, хотя, конечно, вспоминается сразу эпизод фильма «Девять дней одного года», где, помните, они спорили, и этот, Эстегнеев, который, значит, играет, на салфеточке выписывает, а другой Казаков, да, ему говорит, вот так же сидели плосов, значит, типа, выписывали, что не может быть полет в космос, да, тем не менее в космос полетели. Ну, ладно, я здесь на стороне Бориса Штерна, и там возник, в его каких, ну, в каком-то, значит, рассказе, была, он сказал такую мысль, что скорость света, ну, или его, может быть, спросил, так сказать, брал интервью, почему скорость света такая маленькая? Он говорит, да, вот она маленькая, то есть, ну, она, конечно, большая на наших, так сказать, масштабах, но вообще-то она маленькая, даже до Луны все-таки секунда, это целая секунда лететь туда, аж до Солнца, аж 8 минут, вообще-то 8 минут, это большой отрезок времени, да, и когда мы видим там вспышку на Солнце, она будет только через, ну, она была 8 минут назад, вот, да, а если мы говорим про космос, то он реально как бы медленно, медленно, может быть, она тоже, этот предел был введен, чтобы, ну, симуляцию как бы ограничить, ведь мы, то, что мы там видим, оно, ну, оно как бы расширяется Вселенной, но есть вот этот временной пузырь, горизонт, который мы, ну, в принципе можем наблюдать, вот эти части Вселенной, может, это взяли специально ограничили, чтобы там дальше не имитировать, так сказать, все, ну, то, что за этим горизонтом для нас, как бы не существует, вот, наверное, этим могут тоже, тоже. Ну, я, с философской точки зрения считаю, почему невозможны полеты, потому что это вот, то есть, когда попытка, ну, когда уже там пришел Кант и заставил человека смотреть на себя, а людям не хочется, на себя смотреть, там, до этого был Бог, до этого еще там был бытие, или не бытие, люди такие, а, давайте мы от себя отвернемся и будем смотреть на космос, то есть, это такая вот идеальная утопическая идея, что мы сейчас куда-то полетим, сейчас мы Марс, ну, вот знаете, то, что одним из главных апологетов стал, ну, на мой взгляд, не очень умный, но очень богатый человек Илон Маск, вот, что мечта там, мы улетим сейчас на Марсе, и на Марсе будут яблонницы вести, мне кажется, это как раз вот, ну, подчеркивает, в общем, утопичность и некую, ну, болезненную неправильность этой идеи, нам бы, так сказать, землей бы заняться, тут тоже есть очень много интересного, да, хотя, конечно, я не отрицаю там финансовый гений Маска, его там всякие машинки он там строит, молодец, и там Чипов мозг уживляет, то есть он сразу по двум в небо, и Чипов мозг запихнем, пока тоже не очень удачно, но посмотрим. А, кстати, вот по поводу моделирования, вот, да, у нас есть границы, видимой части Вселенной, но столь ли подробное моделирование нужно, когда моделируются далекие галактики, мы от них ведь, в принципе, информации почти не получаем, ну, это вопрос, крупный телескоп в течение суток, там несколько фотонов оттуда получат, то есть он так, нет, ну, почему там, конечно, наблюдают даже экзопланеты, и вот как раз Тен-Ракад. Нет, но это не на границе видимой части Вселенной. На границе, конечно, да, это в нашей галактике. На границе, оттуда там несколько фотонов в сутки от целой галактики. Ну, это вопрос к ним, к их ресурсам, да, на самом деле, так сказать, да, это тоже некий, некий возможность, чтобы там уже смазываться, как бы картинка. Когда мы вот океанические волны считаем, океан уже не бесконечный, соответственно, ну, тем не менее, в открытом океане там, но тем не менее, там, когда пишется поверхность, чтобы она чисто математическая, она там, мы предполагаем, что сходит на ноль где-то. Ну, там, где, ну, так, это так нужно там для математики, да, поля, что тут разворачивается волна убийцы, лето поля, там, километр, 10 километров туда, 10 километров сюда, там, 100 километров туда, а после 100 километров это неинтересно. Ну, просто она никак не взаимодействует, мы считаем, что она сходит на ноль, условно говоря, хотя, она, понятное дело, не сходит на ноль, но это для мелкомасштабных явлений, так сказать, это вполне, ну, так и делается, ну, как сверточные нейронные сети, когда, так сказать, мы тоже дальние связи, так сказать, убиваем, ну, да, может быть, это тоже вариант, конечно. Насколько там, нет, если там предположить, что такая, как бы, жизнь там тоже где-то заселена, они, может, эти колонии сделаны, но судя по тому, что, да, но судя по тому, что нету, нету возможности фактического перелета, по-видимому, то есть ресурсы на нашей планете, они не оставили нам до этого, то, наверное, там тоже никого все-таки нет, и, наверное, если... Я думаю, что они просто, если им нужно много стимуляции, они много стимуляции делают, вот в нашей, вот, есть одна цивилизация, то есть, там, да, другой вообще, другие законы физики, может быть, там еще у них. Да. Ну да, что им мешает, в принципе. Что им мешает. И как, то есть, когда говорят, вот там, чтобы все это обсчитать, нужно компьютер, величина всей Вселенной, ну, мы же не знаем, какие их возможности, на самом деле, мы знаем свою Вселенную, а какие законы в реальном мире, где этот компьютер стоит, мы не знаем. Да. То есть, мы можем только заподозрить их, что у них есть генератор, не совсем хороший случайно. вот это... Это вообще студенческий проект какого-нибудь, значит, спорта. Сейчас он сдаст и выключит все это. Не выключит, но просто мы тут как живем, так иногда приходят, как французские ученые, там, в 19 веке, плесень не выросла, а выросла плесень, а это интересно, почему уже выросла плесень, так открыли, да, там, пенициллин. Ну вот да, это вот из этой же серии. Кто знает, кто знает. Может быть и так. Юм, Юм убил деизм, а мы как-то его, похоже, немножко возродили, да? Ну да. Поэтому, в общем, ну это интересно. То есть, короче говоря, вы посоветовали, как лучше выжить, живя в матрице. Ну, в симуляции, не в матрице. Матрица глупости, это да. Симуляции, как выжить, если мы живем в симуляции? Жить, жить, глупость. Секретные советы, да, очень важные, важные, да, для человека. Вот неправ был Рене Декарт, который, как говорил фразу, что счастлив тот, кто прожил жизнь незаметно. Он, как он пытался жить жизнезаметно, и потравлен был, видимо, значит, этими соратниками королевы Кристины. Ну, в общем, так что живите жизнь запоминающаяся. Да, поэтому, да. Ну, интересно, сегодня была передача, неожиданно. Борис Сергеевич говорил, что передача будет о юморе, я думаю, я же не говорила, Роман Вячеславович, никаких книг о юморе. Это не моя специализация. Оказался, юнг, да еще и вот, на самом деле, про симуляцию. Юм, они юм. Юм, 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 да. И тоже тут еще ошиблись. Юм, юм. Да, еще оказалось про симуляцию. Про симуляцию, так, ну что, прощаемся со зрителем. Да, спасибо вам. Спасибо, дорогие зрители, всего вам доброго, до свидания. Да.